друзья всем привет продолжаем нашу алкогольную тематику на канале вот у нас здесь пузырьки пошли стоит бочечка уже одна вторую я перегнал она рядышком стояла осталось . бочка в бочке у нас кстати говоря вот на перегон сделали уже один такой бочечки все записали какая мощность какие основные моменты перегона там что добавляли медь куда чего все записываю стараюсь не терять эту информацию чтобы на будущее как бы знать было где посмотреть в общем стоит у нас здесь ржаная мука на кодзе в этот раз без происшествий ничего не убежала ничего не долбанула вот там пшеничка на потолке в этот раз ржи туда не добавила слава богу отбродила у нас значит 14 дней дальше не вижу смысла ждать булькает но булькает редко где-то наверно один раз в минуту вот боюсь что может прокиснуть поэтому будем сейчас заливать в куб и перегонять переливать будем со шоферским методом но показывать не вижу смысла вот сюда я ставлю куб вот на эту табуретку сюда засовываю вот такую вот вот такую вот трубочку вот такую трубочку и через верх сливаю стараясь не захватить осадок дрожжевой он нам не нужен при перегоне сами понимаете ну все поехали пока я буду переливать брашку в куб нам нужно поставить кипятить медный картридж вот такой вот медный картридж из медных трубок я использую при перегоне спирта сырца сейчас в емкость специально мы это все погрузим вот так емкость специально стоит у нас на плитке вот на такой я добавляю на полтора литра воды вот такой пакетик лимонной кислоты это наверное с избытком так как слышал что двухпроцентной лимонки хватает для очистки медных элементов если я делаю неправильно напишите пожалуйста в комментариях как в какой концентрации вы разводите лимонку чтобы ее посчитать я так понимаю нужно знать какая концентрация лимонки вот в этом пакетике если сто процентов то тогда понятно ну а если меньше в общем короче я не знаю как правильно посчитать если вы знаете напишите пожалуйста как сделать из этого пакетика двухпроцентный раствор лимонной кислоты или в этом вообще нет необходимости надо высыпать пакет и успокоиться на этом вот такой цвет имеет медный картридж мой самодельный сейчас я покажу какой он будет после очистки вот что получилось но скажу откровенно пленка была толстая поэтому пришлось не вот такой мочалочка еще подереть и заново погрузить вот лимонку так что вот такой результат у нас очистки наших медных трубок медные трубки связаны у меня в одно целое вот такой проволокой медной медная проволока выполнена петелькой петелька цепляется за этот температурный датчик и медные трубки располагаются у нас вот здесь вот в этих двух диоптрах иметь помогает нам связать серные соединения которые в конечном продукте нам совершенно ни к чему все постел собрали поставили максимальную мощность в моем случае это 2 киловатта трубки на месте вода вода включена потому что я сейчас уеду буквально 10 минут не хочу чтобы тут у меня неприятности случились моего отсутствия вода включена температура пока 30 градусов я думаю за 10 минут я обернусь и температура больше 50 не поднимется если что вдруг у меня пойдут первые капли которые я все равно буду сливать то есть я при перегонке браги на спирт сырец отбираю все равно где-то порядка 100 150 миллилитров самой гадости ну я не жадный пускай там и спирты выйдут как бы не без разницы но вот самую вонючку ацетоны метанола я отберу лучше не так спокойнее будет так все отобрали 150 миллилитров поставили приемную емкость основную будем отбирать уже все сюда дальше нагрев сделали 2 киловатта вот в таком режиме отбираем ну где-то я думаю до градусов 99 и 5 в кубе ну почти до воды так друзья пока у нас идет погон я распаковал бочку вот такую которую меня напоминаю пролежала с семнадцатого года ей три года она вот так коробки у меня пролежала так что сказать вот такая небольшая неприятность видите на подставочке кусочка отсутствует ну ничего страшного все сейчас я ее буду подготавливать залью водой посмотрю течи готовить бочку как положено я не буду вот у меня нет столько хереса вот и в общем есть мнение что это не обязательно делать я вымочу вымачивать буду ее водой какое-то время посмотрим там сольем несколько вот и надеюсь что залью бурбон но посмотрим что будет то и залью может быть ржаной полугар ну не знаю хотелось бы бурбон все-таки для начала для первого раз залить простой 40 градусный на месяц есть такой способ подготовки но по крайней мере я о нем слышал и посмотрим там что получится слушать я за три года забыл какие бочки заказывал счетами казалось что они 20 литровый они поход 10 итак друзья получилось у нас 5 литров спирта сердца крепостью 40 процентов и но сколько здесь я не знаю наверное где-то в районе 2 800 крепостью 8 процентов вот такой выход получился но по всей видимости все-таки не добродел до конца брага еще надо было чтобы она постояла но ладно как бы нам нам хватит перед тем как мы перегоним с вами ржаной спирт средства у меня накопилось много а спирта сердца сахарного поэтому я зарядил колону вот пару перегонок мы сделаем сначала на колонне ректификационный перегоним сахарок а дальше уже будем перегонять рожь вот таким образом забили диоптер медью это рпн к с моими такими самодельными пружинками из медной проволоки вот так это выглядит вот такую конфигурацию мы собрали уже завтра будем гнать с вечера все подготовил сейчас один за часов начинать не будем смотрите получается метровую мочалку медную я засунул вот сюда в диоптер с пружинками которые показывал с медными 2 рпн ки 2 пыжа у меня вот здесь больше пыжа у меня нет поэтому вот так по 30 сантиметров диоптер чтобы смотреть тут за флегмы как чего мини-дефлегматор холодильник поворот смотрите первый раз я подключил вот охлаждение я обычно охлаждение подключаю отдельно вот у меня кран отдельно есть значит на мини-дефлегматор но решил попробовать последовательное подключение никогда не делал не знаю как он будет работать в общем попробую укрепление какое будет не знаю пока скажу сразу я не люблю хвостатые напитки и поэтому но стараюсь их все-таки очищать больше может быть положенного для заливки в бочку там или так далее или настоек на каких каких-то там на щепе в общем я думаю что рожь она была обладает очень мощная органолептика и все знаете наверно и поэтому поэтому короче посмотрим поставил схему мини-дефлегматор для укрепления насадки немного в принципе результат будет нам известен уже после погона в кубе у нас 13 с половиной литров 25 процентного спирта сырца а пока а пока я вот сварил вот такую скамеечку чтобы на нее устанавливать теплый пол перенес бродильную емкость вновь приобретенную на 127 литров вот сюда в инкубаторе инкубатор надо помыть вы вчера был и сейчас сюда же рядышком поставим еще одну такую бочку здесь у нас вот запустились уже дрожжики здесь у нас на пшеничная мука на корзях 20 килограмм муки и 80 литров воды и сейчас я решил так сделать первый раз решил кукурузу подварить немного не знаю посмотрим на что это повлияет посмотрю насколько быстрее пройдет у нас брожение как приготовиться наша брага в общем вот такую вот кашу варю кастрюлька такая есть я не помню на сколько литров она но большая 30 литров воды и килограмм 15 наверное здесь на этой кукурузы я сначала все бухнул сюда все 20 но понял что переборщил не промешать в общем отложил вот немного сейчас вторым заходом это все поварю закрутился я с брагой кукурузной короче в общем забыл снять как я голову отбирал в принципе здесь все понятно мощно мощности 1000 ватт отбирал дефлегматор с хорошей струей на полную практически но я короче пробую сейчас вот такую схему последовательного подключения в общем на охлаждение пока не экономлю отобрал 550 миллилитров должен был отобрать 350 но я короче всегда с запасом отбираю пока тут настраивал колонну общем налилось лишних где-то около 100 миллилитров на 50 я ходил 500 отобрать 550 получилось все настроили отбор тела вот такая струйка крепость у нас получается 91 вот отбираем тело ну посмотрим до какого момента в общем включусь покажу сейчас посчитаю сколько теоретически мы должны отобрать тело от абсолютного спирта и уже буду прикидывать там на нос до какого момента я первый раз гоню вас такой конфигурации хочу посмотреть и уже записать для себя температуру по которым я буду в будущем ориентироваться при вот такой схеме перегонки спиртовая полка у нас получается три семерки будем ее придерживаться какую дельту сделать я еще не определился посмотрим мощность нагрева у нас 1600 вот на 1600 гоним охлаждение говорю не жалеем и льем по полной но хочу посмотреть по скорости как это все у нас произойдет в принципе отбор бодрый все мы в процессе здесь я зарядил вторую бочку с кукурузой все записал общем когда чего поставил главное теперь не пропустить пенообразование до чтобы действие не отмывать в очередной раз как ним гаражи бывало мы с вами отобрали наше тело получилось чуть больше двух литров а со спиртовой полки мы ушли сейчас температура резко начала расти 78 метре данный момент отбирал до 77 и 9 то есть 77 7 до 77 и 9 в кубе температура уже 92 и 4 мощность не меняли охлаждение не меняли сейчас я добираю хвосты ну никак не хвосты хвосты я не буду брать я сейчас добираю предхвости я думаю что до 95 в кубе я доберу выключу остановлю погон все разбавим сортировочку сделаем попробуем о результате отчитаюсь друзья настал самый ответственный момент во всем процессе изготовления нашего напитка это дегустация я уже пробовал напиток так как его осталось вот буквально немного в этой изящной 5 литровой бутылки вот из которой мы сейчас разольем это все дело на дегустацию попробуем мы раздали раздали уже практически все осталось вот это раздали в подарок знакомым друзьям хорошим людям и что и я хочу сказать что а мне напиток понравился он такой мужской грубоватый ну как и должна быть рожь рожь вообще обычно купажировать да с какими-то другими напитками произведенными из другого сырья вот но нам драмы не мне нравится так я и давал поначалу но она уже не помнит вкус этого да давай-ка ты заново что скажешь нам но мне рожь нравится я не знаю почему считается что рожь мужской но грубо грубо он такой грубый я даже не знаю вот дуб мужской но дуб дуб дубу рознь смотря дуб с чем сам по себе вот дубовый запах мужской кстати не сказал настойно на дубовой щепе где-то три с половиной недели может поэтому тебе кажется что мужской то что рожь нет но ты не чувствуешь ты не чувствуешь запах ржи и меня покажи невозможно не почувствовать этого но все отличается всего но я не согласна что на пушеку допустим пшеница так не пахнет кукуруз так не пахнет рожь не спутаешь ни с чем-то хорош это женский запах пшеница женский запах что я потом у меня есть сюрприз для нее я расскажу что какой женский запах хорошо давай пробуем все мои феминистическое нутро переворачивается когда говорят что рожь это мужской запах ну что скажу нету сахарного послевкусие однозначно потому что это зерновой напиток видим нету горечи в отдаче вот такой прям ярко выражены но наверно жестковато жестковато такая она серьезная я не скажу жестко жестковат мне кажется что он мягче даже зачастую и сахарный бывает нет а сахар не знаю нет он за и такой мысленистый как будто прям у него ножки такие ну правильно потому что мы производили напиток этот на бражной колония с дефлегматором с укреплением до ну вы в ролике помните до какого укрепления вот поэтому здесь есть хвостики как бы ароматные но не более того что необходимо то есть я не люблю хвостатые как вы как уже говорил напитки их вот прям совсем умеренно ну но мне кажется что специфически достаточно напиток ни с чем не спутаешь у нее четко прям четко про все ясно но при этом не понравилось не могу сказать что это прямо действительно женский вариант теперь рояль в кустах без проигрышный вариант для женщин даже из крепких напитков я имею ввиду ты наверно знаешь да что это а вы знаете что это пишите в комментариях до до того как скажем ведь мы скажем нет мы не скажем мы если вы захотите потом пишите в комментариях мы расскажем что это и как это делается давай это сахар но вообще узнаваемая вещь да конечно но специалист специалисты сразу узнают или наши друзья тоже знаю да друзья знают накатать они они на кстати навели нас на это замечательное как сказать так чтобы средства до настаивания сахарного алкоголя это такая вкусняшка по запаху вот сути знаете это прям вот да наверно это женский конечно напиток да конечно давай пробовать я же знаю да вкусняшка да хорош но все так мы отвлеклись несколько от нашего вот этого напитка но увидите как для женщины он окажется грубоват вот для мужчин мы пробовали в кругу друзей но в основном понравился но все друзья надеюсь это видео было вам полезно наш рассказ об изготовлении ржаного дистиллята подписывайтесь на канал оставайтесь с нами пишите комментарии всем спасибо колокольчик всем пока но по старам